Троицкая обитель И в ней основные события церковной и государственной жизни неотделимы друг от друга. Внезапно доблестному воеводу Михаила Скопина-Шуйского постиг тяжкий недуг. Причина его смерти, как и многое в истории смутного времени, до сих пор остается загадкой. Ходили слухи, что скорую смерть вызвал подсыпанный яд. Воеводу отпели и похоронили в Архангельском соборе Кремля, в усыпальнице московских государей. По словам историка Михаила Толстого, Скопин был последним из Рюриковичей, венчанным в сердцах народа. В пределе Иоанна Крестителя стоит уединенно гробницевая начальника ушедшего из жизни на гребне славы, отдавшего жизнь за веру и Отечество. Кто стоит за народ, того народ героем зовет. Летом 1610 года царя Василия Шуйского свергли с престола. Бояре видели на московском престоле наследника польской короны, юного Владислава, если тот примет православие. Однако польский король Сигизмунд Третий сам вознамерился сесть на российский престол. Веру менять он не собирался. Посольство во главе с митрополитом Филаретом, отправленное в Смоленск для переговоров с королем Сигизмундом, было арестовано. А в Москве изменники тайно ночью пустили в Кремль оккупационный корпус. Открыто выступил против иноземцев патриарх Гермоген. Он рассылал грамоты по городам, призывая русский народ встать на защиту веры и отчизны. Первым откликнулся на призыв патриарха рязанский воевода Прокопий Петрович Липунов. Встанем крепко, примем оружие Божие, ищет веры. У нас одна дума. Или веру православную нашу очистить, или всем до одного помереть. Поднялась Рязань, к ней примкнули Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома, Муром, Галич, отряды из малых городов, казаки. Весной 1611 года войско подошло к Москве. Ополчение Липунова верило в победу, но предатели изготовили грамоту, якобы написанную его рукой. В ней было сказано, что надо истребить казаков. Казаки-ополченцы поверили фальшивке, подняли бунт и убили воеводу Прокопия Липунова. Первое ополчение было распущено. После двухлетней осады польскими войсками пал Смоленск. Шведы взяли Новгород. Сердце Москвы и России Кремль был занят неприятелем. Патриарха Гермогена заточили в подвал чудового монастыря. Из темницы святитель передал послание народу. «Стойте за веру, а я за вас Бога молю». Патриарху вторил архимандрит Дионисий, настоятель Троицы Сергиева монастыря. Он рассылал грамоты, благословляя все сословия подняться против врага. Святитель Гермоген не дожил до освобождения Москвы. В январе 1612 года он принял в заточении мученическую кончину от голода и жажды. Священномученик Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, был причислен к лику святых. «Возложите упование на силу Креста Господня и покажите подвиг свой». В октябре 1611 года грамоту архимандрита Дионисия получили в Нижнем Новгороде. В это же время земскому старости Казьме Захарычу Минину во сне явился преподобный Сергий и сказал «Казну собирать, ратных людей наделять и с ними идти на очищение московского государства от врагов». Преподобный являлся Минину и во второй, и в третий раз. И только после этого Казьма Минин сообщил Нижегородскому совету о повелении чудотворца. Минина почитали в Нижнем за честность, голосу его прислушивались. По его призыву нижегородцы, даже самые прижимистые, отдавали пятую часть доходов на содержание ополчения. Люди понимали, что от них во многом зависит судьба Отечества. Нужен был воевода. Минин предложил пригласить стольника князя Дмитрия Пожарского. За время смуты князь ничем не запятнал себя и не проиграл ни одного сражения. К нему отправили большое посольство. В ту пору он лечился от ран, полученных в боях за Москву в родовом поместье под Суздалем. Князь Дмитрий согласился возглавить ополчение. В Суздаль начали съезжаться ратники многих русских земель из Ярославля, Костромы, Юрьевца, Кинишмы в Нижний Новгород. Князь Дмитрий Пожарский вошел уже с целым войском. На пути к Москве к войску Пожарского примкнули поволжские татары. Казалось, смутное время и вероятная поддержка Османской империи открывали для них возможность создания собственной государственности. Но казанские ополченцы сделали исторический выбор. Они шли освобождать Москву. С собой они несли чудотворный образ Божьей Матери. Казанская икона стала главной святыней ополчения. Троицы-Сельгиевые обители. 18 августа 1612 года архимандрит Дионисий отслужил молебен и благословил ополченцев. В августе ополчение подошло к Москве. В Кремль на помощь польскому гарнизону прорывался со свежими силами и продовольствием Гетман Хаткевич. Русские выдержали тяжелый бой с его войском. Неприятель отошел к Донскому монастырю. 24 августа Гетман снова решил пробиться к осажденному Кремлю через замоскворечье. Завязался ожесточенный бой. В решающий момент битвы Казьма Минин с тремя сотнями ополченцев неожиданно ударил в тыл неприятеля и захватил неприятельский обоз. Хаткевич понял, что помочь осажденным не может и приказал отступать. Князь Пожарский отправил в Кремль письмо. Он убеждал осажденных сдаться, обещал отпустить их, но польские воеводы отказались. 22 октября ополченцы торжественно внесли в освобожденный Китай-город Казанскую икону Пресвятой Богородицы. В память об этом событии Православная Церковь установила праздник. По новому стилю праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери приходится на 4 ноября. Через 4 дня захватчики все же сдались. Открыли все ворота Кремля. По Красной площади шел крестный ход во главе с Архимандритом Дионисием. Освободители несли перед собой Казанскую икону Богородицы. Навстречу им через Спасские ворота вышли освобожденные горожане. Архиепископ Архангельский Арсений держал в руках Владимирскую икону Божьей Матери. Две чудотворные иконы, две великие святыни встретились на Красной площади. Казаки горячие головы считали сидевших в Кремле бояр изменниками и призывали к расправе. Казьма Минин произнес слова обращенные к народу земли русской. Не для того мы с вами всеми землями шли Кремль чистить, чтобы смуту новую сеять, а для порядку и замирения общего нам Россию теперь в согласии строить. КОНЕЦ КОНЕЦ В январе 1613 года в Москве собрался земский собор для избрания нового государя. Русские люди не просто выбирали царя, они старались услышать небесную волю, увидеть в промысле Божьем грядущую судьбу России. Сегодня, как много веков назад, Русь собирается и созидается на основе отеческой веры. Именно так мы сможем восстановить свои силы и единство. Русь